Сегодня, 21 августа, около 6 часов утра в Горшеченском районе случилась страшная трагедия. По предварительным данным, семья Курян возвращалась в Соловьиный край после отдыха на юге. Водитель Toyota Corolla не справился с управлением и врезался в грузовик и века, припаркованный на краю проезжей части. В результате аварии погибла 14-летняя девочка и 43-летняя женщина. Помимо погибших, в салоне находились 47-летний мужчина и 21-летний молодой человек. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Журналисты, делавшие репортаж, немного ошиблись. В той страшной аварии действительно было двое выживших. Водитель и его дочь, а не сын. И это видео о ней. Об Анастасии. Несмотря на тяжелую травму позвоночника, из-за которой она теперь передвигается на инвалидной коляске, назвать Настю человеком с ограниченными возможностями просто язык не поворачивается. Видео на этом канале всегда были приглушенные, с оттенками сепии. Но знаете, сегодня хочется сделать вот так. А все потому, что Настя живет такой яркой и насыщенной жизнью, какую может разрешить себе далеко не каждый здоровый человек. Спасибо тебе огромное, что ты нашла все-таки время в своем безумном графике доехать. Потому что настолько активных людей, как ты, встретить это еще нужно постараться. Я знаешь, о чем хотела спросить? Ты такой суперактивный человек, который невероятно любит эту жизнь и старается брать от нее все, что можно. На кого ты больше похожа? У тебя внешне сестра была очень похожа на маму, ты на папу. А по характеру кто из них, с кого ты? Наверное, на папу я, да, копия папы. Но сейчас вот с взрослением мы притираемся и находим какие-то точки, где мне бы хотелось быть иной. Наверное, сейчас как раз тот этап, когда... Ну, вот эти наши схожести даже мешают где-то. Вот. И сейчас мы стараемся как-то выпустить меня из низда, дать свободы немножечко. А в детстве ты вообще мамина или папина дочка больше была? Да, сложно сказать. У нас была такая семья, знаешь, как с картинки Джей Севана. Вот. То есть любящая мама, папа, который очень много работает, для нас все делает. И мы два пенчика такие. Вот. Поэтому похоже... Ну, не знаю, все, наверное, с детства говорили, что я копия папы. И, наверное, это тоже как-то повлияло. Ты родилась и жила в Курске. Было такое. Почему пришла идея поступать в Москву? Ну, меня супер опекали. То есть у меня папа даже куда-то там с подружками погулять три минуты отвозил на машине. И, наверное, только класса к одиннадцатому там мне разрешали поехать в центр. Ну, то есть такое... Мне, конечно, хотелось какой-то свободы, какой-то самостоятельности. Я, ну, знала и видела в себе, что я это смогу. Вот. И, конечно, ну, мне пришла первая в голову Москва. Мы приезжали сюда к нашим родственникам. Я, конечно, в нее влюбилась. Большой город. Вот это вот все. Ну, и, конечно, самым таким легким способом, каким-то социальным лифтом мне показалась учеба. Вот. Я хорошо сдала ЕГЭ. Там сотки у меня где-то под 90 все было. Вот. И поступила в высшую школу экономики. И, собственно, это мне дало вот эту свободу, самостоятельность. И вот первый шаг к полноценному переезду в Москву. У вас семья такая дружная. И даже несмотря на то, что ты уже переехала в Москву, вы продолжаете вместе ездить отдыхать и отпуск проводите все вместе. Хотя ты уже такой даже не подросток, уже молодая девушка, которой, может быть, хотелось бы с друзьями куда-то поехать. Да, конечно. Я любую вообще все сессии. Мне кажется, я закончила с красным дипломом, в том числе потому, что если ты раньше сдаешь сессию, автомат условно получаешь, можно было там на пару дней раньше вырваться. Вот. И поэтому это был дополнительный стимул к тому, чтобы сдать все хорошо и там на недельку уехать в курс к родным. Ну, факт-то это для меня было понятно. И вы часто вместе куда-то ездили? Ну, да. У нас так было принято, что почти каждое лето мы выбирались. Ну, в Крым, Турция. Ничего сверхъестественного, но нам было хорошо. Давай перенесемся в 2018-й. Вы едете так же с семьей отдыхать? Да, мы приняли решение поехать на машине. Папа много за рулем, при том, что он очень аккуратный водитель. Он часто нас в Москву возил. И когда мы ехали обратно, дорога, по-моему, была 15 часов, и вот не доехали. Откуда вы возвращались? Из Крыма. Из Крыма. Вы едете вчетвером, папа за рулем уже много часов, вы с сестрой спите? Да, мы на заднем лежали, маму спереди. Ты просыпаешься в больнице? Да, первое воспоминание, которое хорошее, ну, которое ясное, но вообще, уже из Клиффа, московского. Но потом у меня были какие-то флешбэхи, мне много рассказывали, что мы разбились под Курском, село Горшечное, вот, что там мне оперировали печень. Просто меня разрезали, потом поняли, что все, ок, собрали. Вот, то есть к позвоночнику там мы ему даже не просто сказали, мы не знаем, что делать. Вот, мне курские, московские подруги, которые учились вместе, там чуть ли не до министра здравоохранения дозвонились, вертолет заказали. Вот. Санавиацию. Да, да. И вот воспоминания, которые, да, бабушка по мне зашла, типа, Настя, что ж, как ты вообще ела? Такая, типа, все, хорошо. Уже в Москве? Нет, нет, это вот тут Горшечное. Я этого не очень помню, но вот много рассказывали, что-то где-то. И потом еще, да, я вспоминала, что, ну, мы столкнулись когда-то с этой фурой, и за нами ехала тоже машина и тоже курская номера, они увидели. И вот нас вытаскивал человек, который за нами ехал, и, ну, он подносит телефон мой. Я, ну, в каком-то коматозном состоянии непонятном, но я его разблокировала, ну, чтобы позвонить родным. То есть я вспомнила пароль. Ты сидела за отцом в машине? Нет, многие, кстати, спрашивают. Я была за мамой. То есть вы с папой сидели по диагонали? Просто глядя на то, что осталось от машины, сложно поверить в то, что там вообще кто-то мог выжить. Я тоже не знаю, как это объяснить. Вы влетели в фуру, да, как потом выяснилось? Ну, там по факту, если по документам, папа потерял управление, 15-й час дороги, мы не остановились, взял на себя многое, врезался. Да, а что там было до конца, то ли там что-то пробегало, это уже можно долго рассуждать, какая уже разница. Папа тоже до конца не помнит, что случилось. Да, конечно, папа тоже в шоке. Он, ну, вот когда вот этот человек, который нас вытаскивал, второй, он там рвался в машину, у него тоже повредилась рука, очень сильно хотели амфицировать. Да, он рвался в эту машину, ну, за нами, вот, и так далее. Его там придерживали, потому что было понятно, что что-то не так. Мама с сестрой скончались на месте или их успели доставить в больницу? Я не знаю, я вот эти все медицинские подробности слышала один раз на суде, там разревелась и вообще просто в какое-то коматозное состояние пришла. Очень сильная, несовместимая с жизнью авария, там было без вариантов. Ты очнулась в Москве уже с Клифосовского. Я помню, опять же, вот эти флешбеки, когда мы куда-то летим, когда что-то там такое происходит, но это, знаешь, как в каком-то сне, как... Вот, ну, да, хорошо, я помню себя уже в Москве. Ты в каком-то состоянии? Ты понимаешь, что случилось? Или тебе сразу говорят о том, что произошло? Ты ехала в машине домой, вдруг ты где-то в больнице. Первые свои воспоминания помнишь? Да, я понимала, да. У меня очень болел рот, на удивление. Скорее всего, прикусилась язык, зубы и так далее. Я просто не чувствовала лицо, челюсть. Я почему-то вот... Первое эгоистичное воспоминание, это было что там с ртом. Я даже помню, меня завозили в лифт, и я там открывала, смотрела, потому что просто не понимала. А мне ничего даже не говорили, но я примерно все понимала. Вот, позвонил папа мне, конечно же, что там с тобой, тоже в каком-то трешевом состоянии. Про маму-сетру ничего не известно, но... Папа в этот момент тоже находился в больнице? Да, да, в Курске. И, ну, вот как-то так рассказала уже бабушка, и тоже вся в слезах. Я уже говорю, все, все, понятно. Это было в конце июля или в августе? В августе. И ты намеревалась через месяц вернуться на учебу? Ну, я спортсменка была, я легкой атлетикой занималась. Вот, в принципе, в хорошей форме задержала. И, ну, я думала, сейчас мы позанимаемся, ну, месяц, ну, край-два, конечно, дальше мы вернемся. Ты сразу поняла, что ты ноги не чувствуешь? Слушай, это сложные вот такие вот формулировки, клише. Ну, не чувствуешь, просто меня обездвижило в раз. Вот, вот и все. То есть я могла на тот момент, наверное, руки и голова, я даже не сидела. Я, возможно, неправильно что-то формулирую, потому что мне сложно. Нет, нет, да, да, не формулировку, ну, вот просто вот меня вот, как, не знаю, заморозили мне весь вниз отсюда. Вот, я-то думала, сейчас у меня там операция, еще что-то, и сейчас мы вернемся. За последние несколько лет цены на автомобили взлетели в космос. Не мудрено, что многие стали посматривать в сторону китайского автопрома. Десять лет назад о таком и помыслить было сложно, но теперь Китай стал безоговорочным лидером импорта автомобилей в Россию, а на мировом авторынке занимает 31%. И не мудрено, китайцы нанимают лучших инженеров и дизайнеров с опытом работы в мировых компаниях, а потому авто от азиатского гиганта теперь легко конкурируют с более именитыми брендами. А сэкономить на покупке автомобиля поможет сервис Автоспот. Здесь собраны предложения от официальных дилеров, и сразу можно увидеть цены и скидки. Причем при покупке как в кредит или стрейд-ин, так и за наличные. А еще советую посмотреть предложения не только в вашем городе. В соседнем могут быть более интересные предложения. Кроме того, что Автоспот очень удобный сервис по подбору автомобиля, он еще и порадует пользователей уникальными акциями. Например, каска или доп. оборудование до 100 тысяч рублей в подарок. И так при покупке не только китайского автомобиля. Выбирайте свой новый автомобиль вместе с сервисом автоспот.ру. Ссылку оставлю в описании. Ты с папой так и живешь? Нет, у нас сейчас новая схема, неделька называется. Они мне на неделю одни оставляют. Вот, и потом приезжают, проверяют. Ругаются, конечно. Я справляюсь, я вообще, ну, мне кажется, могла. Просто им пока поздно. Ну, они здесь, в Москве, или они в Курску езжают? Нет, нет, сейчас нет. В Курске нет. То есть они каждую неделю из Курска сюда мотаются? Ну, не каждую. Ну, типа, знаешь как, ну, типа, я прошу их, ну, типа, я справляюсь. И они приезжают под что-то. Вот сейчас у меня папа приезжал документы отвозить в санаторий. Вот. Ну, типа, вот, что-то надо. Ну, а что тут им делать? Я, на самом деле, целый день где-то, по факту. Вот. Ну, вот бабушка у меня приезжала, она там три дня дома, просто дома сидела одна. Она такая, типа, Настя, что там? Ну, у меня там дела, что-то съемки были, еще что-то. Оказалось, что там, это я через год узнала, что там родным бабушкам сказали, ну, что все, этот человек будет прикован в постели, даже не коляске, что, ну, в общем, без вариантов. Они мне, конечно, это не сказали, но я такой человек, я всегда... Я сейчас вспоминаю наш с тобой разговор в машине вот буквально полчаса назад, когда ты говорила, что бабушка приезжала и скучала у тебя дома, потому что у тебя дома постоянно нет. И те слова, которые врачи говорили, и то, что на самом деле... Ну, тоже такое клише, знаешь, там, я увидела... У меня, знаешь, сейчас такого нет, там, что-то кому-то доказать. Вот, врачи были неправы. Знаешь, многие, типа, приезжают к своему, там, врачу, вот какой я, вот теперь... У меня, наверное, такого нет. Мне хочется какого-то сейчас, наверное, внутреннего баланса. Ну, я сейчас понимаю... Знаешь, у меня вот первые годы было... Мне хотелось вот что-то прям сделать. Я по восемь часов тогда ползала, занималась, думала, что вот сейчас мы сделаем, и тогда, ну, условно будем жить. И я пойду. Ну, да, мне хотелось вот решить эту проблему, а потом все остальное. Вот, а сейчас, наверное, я поняла, ну, это не прям, знаешь, как инсайт, о, вау, просто такая вот травма, такая история, мне достался такой кот в мешке, вот импланты, которые делает сейчас нейрочип, и он маст, но если он даже не знает, то, ну, наверное, я эту проблему вот так тоже не решу. Экзоскелет-экзоатлет предназначен для реабилитации пациентов, у которых вследствие различных травм и заболеваний были утрачены функции нижних конечностей. Соответственно, перед проведением экзотренировки мы замеряем антропометрию пилота, настраиваем экзоскелет, после позиционируем пилота в экзоскелете, встаем и можем выполнять различные двигательные задачи, такие как ходьба на месте, ходьба вперед, спуск и подъем по лестнице, а также вставание и приседание. За счет нейропластичности, много раз повторяющихся движений, экзоскелет позволяет восстановить двигательные навыки. Экзоскелет такая история, которую изначально, насколько я знаю, проецировали вообще то ли для космоса, то ли чтобы тяжести поднимать. Сейчас цели две. Они пытаются его сделать, с одной стороны, легче, маневреннее, чтобы человек сам мог использовать его в быту, но пока это нереально, вот последние даже разработки, они не позволяют самостоятельно в него пересесть, или только с большими усилиями, и ходить, ну как минимум это небезопасно, тебя должен страховать человек сзади. Вот, с точки зрения реабилитации, да, это хорошая история, в любом случае нижние конечности движутся, вот этот паттерн ходьбы, то есть стопа бьется о пол, но сказать, что вот ты на нем походишь, там месяц, два, год и побежишь, такого пока нет. Вот, да, там подключается пресс, ягодицы, ноги, после ходьбы там ноги жгут и так далее, это кровообращение, вот, но скорее это пока вспомогательная история, вот, над которой и работают. То есть мы вот были в Питере на таком большом курсе апробации, то есть на нас это все пробовали, ставили нам электроды, мы ходили параллельно с стимуляцией, чего только ни делали, придумывали, вот, то есть мы сейчас такой вклад свой вносим в то, чтобы вот эту историю продвигать и чтобы это было суперполезно будущим поколениям. Если я тебя трогаю словно за колено, ты почувствуешь это? Слушай, чувствительность, во-первых, она не связана с движением, это тоже было для меня находкой, что разные рецепторы отвечают за чувствительность и движение, то есть можно ходить, но не чувствовать, можно чувствовать, но не ходить. У меня чувствительность сниженная, но, как тебе сказать, могу вот так не почувствовать, вот так могу почувствовать. Удивительно то, о чем ты говоришь, что можно ходить и не чувствовать ноги. Наше дело, да, я очень много ловлю интересных моментов, да, это что-то чем-то. Тебе очень сильно помогали после аварии друзья, которые активизировались, и вот, что называется, действительно настоящие друзья. Да, слушай, это было очень приятно. Я как-то всё время двигалась. Ну, даже не двигалась, почему-то думала, что, типа, ты всё сам. Ну, нет, друзья, конечно, родственники, знакомые, это всё классно, но свои проблемы как-то надо решать самим. Ну, в целом какая-то такая у меня философия была. Вот, да, да, на самом деле, когда это всё случилось, очень подключились и близкие друзья, и те, там, с кем я просто... Первый сбор денег, которые курские друзья, это был мальчик, с которым мы просто один раз в контакте переписывались, понимаешь? Деньги на что, на реабилитацию? Да, да, на всё, на вот эти... Ну, первые дни там, конечно, это трэш, то есть я там с какими-то пролежнями, с вот этими ранами не двигаюсь, вообще не передвигаюсь сама, и там папа в больнице, бабушка, бабушка, бабушка. Ну вот, и говорят, что, да, первые месяцы там минимум, там, это 300-500 тысяч, ну, откуда их брать. Их помогли собрать друзей. Да, да, ну, какие-то первые курсы, потом я уже сама подключилась, ну, буквально первые месяцы, конечно, эта помощь очень оказалась кстати, а потом, ну, я тоже начала узнавать, общаться, ну, вникать, потому что всё равно, ну, ответственность не могу и переложить на кого-то, да, про фонды начала узнавать и так далее, и как-то уже закрутилась, что там после полугода сама начала решать эти проблемы. А как долго папа восстанавливался? Ты говоришь, что у него большая проблема с рукой, вплоть до возможности ампутации. Слушай, у папы тоже, да, ему говорили сразу ампутировать, но папа тоже включил это критическое мышление, просто его прооперировали, не лучшим образом, но до сих пор надо нитки вытаскивать, чтобы ты понимал. Ну, сейчас более-менее, ну, неполная подвижность у него есть, ну, тоже группа инвалидности была вторая, третья. Вот. Он в тюрьме восстанавливался, вот такой человек. Его уже посадили за всё вот это, при том, что мы только не делали, и даже на месте аварии был ДТПшник, который папа служил, госнаркоконтроль, и как-то они там знали, и он предложил маму с папой местами поменять. Как будто мама была за рулем. Да, и это было как бы логично, и всё такое. Мама погибла? Да, потому что знали, ну, в плане том, что логично, мы друг за другом, вот это вот всё. Вот. Но он отказался по моральным причинам, потому что, ну, и все знают, что мама не водила, и, в общем, некрасиво бы это было, и не думал он, что, конечно, так-то и вывернется, но по букве закона, вот две жертвы, хоть что-то делай. Мы там, я тоже с центров уезжала, там, в день реабилитации теряла, там, записывала эти видео на суд. Я лично приезжала, тоже в непонятном состоянии, это сейчас, более-менее я активна, тогда это, ну, это куда-то выбраться, это просто целая была менеджерская задача, знаешь, такому даже в школе экономики не учат. Вот, всё равно приезжала, прям, ну, не знаю, я сделала от себя, наверное, 110%, мне всё равно. Он считал минуты, сколько ему останется до... Ну, он немножко раньше, да, вышел? Да, да, ну, там, условно... Его осудили на два года? Ну, да, да, чуть раньше. Вышел через полтора где-то, да? Типа того, да. Когда ты в зале Даталова, успехи начинаются с малого. Сколько длится твоя реабилитация, вот, после аварии, сколько ты находишься в клиниках? Полгода? Нет, через полгода ты уже работать стала. Да, нет, ну, только прям плотно, наверное, два года я прям курсировала, я прям, знаешь, когда деньги заканчивались, я прям думала, куда, куда, как, чё, как, кого. Где искать? Да, да, условно. Ну, потому что я понимала, не даже где искать, ну, куда-то попасть, куда-то ещё можно по государству попасть. Я прям себе, знаешь, прям как на дорожях была. И да, я прям всё время вот подзанималась я там, при том, что это было 6-8 часов, и там в ноутбук, что-то как-то куда-то. Два года ты проводишь в реабилитационных центрах. Слушай, ну да, ну, вот, как ты уже сказала, через полгода я уже что-то делала. То есть вот на полгода меня хватило вот эти 8-часовые тренировки, и всё, потом уже, ну, я стала понимать, что, ну, нет, надо что-то ещё придумывать. Да, я продолжила работу, начала решать вопросы с учёбой, начала снимать блог. Потом, когда я, у меня вот, наверное, через полгода, или, может быть, через полтора, наконец-то я оказалась дома, чуть-чуть мы там адаптировали, я там постелила себя Будаматы, сделала шведскую стенку, ну, хотя бы минимально, чтобы я могла оставаться без ущерба тренировкам. Вот, я на карте сгоняла, я давно про него знала, мне очень понравилось, я стала понимать, что, о, неплохо бы жить. Вот я хотела как раз задать тебе вопрос о том, когда ты стала вести такую суперактивную жизнь. Хотела попросить тебя рассказать о том, как ты попала на конкурс красоты, о том, как ты стала прыгать с парашютом. Ну что, вы сделали это? Это что-то, это что-то с чем-то. Плачинка моя. Ух, но первая минута, это просто, я, я пожалела. Все заложила. Все заложила. Мне болели, аж болели. Ну, потом адреналин. Самый класс, когда он раскрылся-то, да, вообще? А не где-то сразу, чтобы он раскрывался? Нет, не было. Вот я думала. Нет, остатка впечатлений должна быть. Ну, я не считаю, что у меня какой-то суперактивный образ жизни. Я, ну, и дожила, ну, примерно так, может быть, даже меньше, просто потому, что много учебы было. Ну, наверное, всегда этого хотелось. Каких-то путешествий, вылазок, каких-то активностей и так далее. Ну, просто вот мы как-то общались недавно вот на форуме, были в Нижнем Новгороде, общались с девочкой, тоже там активная, из Курска там, КБУ возглавляет студенческий совет и что-то общаемся. Какие у тебя хобби? Она говорит, ну, рисование, макраме. И такая смотрит на нас. Скучно, да? Вот. Ну, а я думала про себя. Мне просто в голову не приходило, ну, вот, я не вела такой досуг. Ну, вот порисовать для меня, ну, не знаю, как бы не досуг. Это скучно. Нет, это неплохо, нехорошо, но вот пока это, может быть, я к этому приду, кто знает. Просто для меня досуг, это если свободный день, это что-то активное, интересное поделать. Вот так всегда было, мне этого хотелось, и почему-то теперь, даже в таком состоянии, я выбрала такой досуг. Может быть, это неправильно, но вот это доставляет мне удовольствие. Так, ну что, Анастасия, самолет, Григорий сказал, поехали. Поехали с ночью, свести с ночью. И полетели, как лучше. Да, да, я жду снова вылета, полгуюсь. Все. Все будет нормально. Надо лететь. Да ладно. Было осуществлено отцеп от самолета. Мы в свободном полете. Вот там, посидел. Ой, запахи. Ой-ой. Мягкая бусырочка. Олег, мы сделали это. Если вот красиво посадят в плане, он вот должна остановиться вот в этих воротах, видишь? Угу. Ну, тогда там сценка отличная. Перелетела. Папочка бежит с видеосъемочкой. Ну как? Я вот могу и дома с кайфом провести время. Вообще, супер. Ну, просто долго, больше там, не знаю, ну, наверное, полтора дня максимум мне уже куда-то надо. О конкурсе красоты? Как ты туда попала? вот я начала говорить. Я человек откликающийся. Я вот стараюсь сейчас себе наоборот быть создателем. Ранее вот я вижу возможность и вот за нее я ухвачусь на тысячу процентов. Вот все эти конкурсы и даже вот программы это уже кто-то создал, уже кто-то подумал о людях с инвалидностью, а я просто на них откликаюсь и показываю себя и параллельно к этому еще что-то придумываю. Вот в Питере конкурс у меня было три. Я про первых два знаю, которые московские, потом в Рэдисоне. Да, да, тоже было. Ну тогда вообще вот после картинга я стала искать что-то, ну просто вот ты сидишь, ты на инвалидной коляске, ты дома, да? Куда-то просто выходить, идти в парк, ну для меня это не активность. Для меня активность куда-то вписаться и там уже что-то делать. У меня всегда, если кто-то пришла, я там, ну вот ты сегодня видела, пришла, я там найду знакомство, какие-то партнерства и в общем движуха пойдет. И вот этот конкурс я про него узнала, он был, тогда я, по-моему, даже еще на такси не ездила, я в машину не пересаживалась, мы на метро ездили с бабушкой, представляешь? У меня все знали там метрошники, они потом на ВДНХ меня встречали, что так сама могла приехать, они говорят, вы же с короной были, Настя. Анастасия, от Белогова, поздравляйте тебя, Анастасия, ты победила корону! Там вот я познакомилась с директором модельного агентства, потом у нас с ней отдельная была съемка, отдельное сотрудничество. Следующий конкурс красоты где был? Ой, слушай, по-моему, Питер. Ну это как, это неусловно конкурсы красоты, это красоты, таланты, вот это все, место, куда можно поехать, проявить себя. Это стендап, а, да, Челябинск, не ошиблась, да, Челябинск. Ну то есть, когда я вижу что-то еще в других городах, это воспринимается как еще и возможность путешествовать. Ну круто, то есть организаторы берут на себя какой-то вот такой бытовой вопрос, да, а ты от себя берешь, ну условно, как ты приглашенная звезда, только ты сам себе вот это выстраиваешь, поехали туда с папой, он до сих пор вспоминает отель Рэдисон, мы ходили на завтрак три раза, он говорит, когда еще в Рэдисон? Вот, да, я тоже вписалась, там были творческие номера, я посмотрела предыдущие года, там было поют, танцуют, я им сразу сказала, я не пою, не танцую, я шучу. Я так усердно грызла гранит науки, или грызла я из Курска, что смогла поступить в топовый московский вуз. Каждый год я возвращалась ласточкой Курск-Москва со списком новых целей и мечт, но три года назад вернулась частным вертолетом в самый центр Москвы. Звучит, как успешный успех, но на самом деле это был неотложный трансфер-трианимации. Ну, даже я не называю это на юмористическом вступлении, но неплохое, потом оно мне тоже пригодилось, оно еще хорошо отснято было, ну, то есть я, знаешь, вот все, что я получаю на выходе, я потом это распихнула три раза, я потом его же там куда-то еще посылала, благодаря нему еще куда-то прошла, то есть это такая цепь событий. Ты все это время ведешь социальные сети активно. Слушай, стараюсь. И ты супер-мотиватор, я уверена, для многих людей, которые даже без ограниченных каких-то возможностей делают гораздо меньше, чем ты. Слушай, ну, опять же, я вот прям так мечтаю, мы, знаешь, ну, в своих кругах вот этой мотивации, когда знаешь, что-то происходит, такие вот, да, мотивация. Но ты просто, ты вот такой, у тебя нет вариантов. Ну вот, серьезно. Типа, вот. Сегодня я на Байкале, завтра я в Новосибирске, послезавтра я на Дальнем Востоке или в Калининграде. Это же мне хочется. Естественно, но это супер-классно, ты проживаешь эту жизнь просто по полной программе. В соцсетях, окей, просто между собой вот тема просто мотивация-мотивация, мы стебем. Ну, то есть, ну, вот. А то, что, ну, кому-то это помогает, ну, думаю, что да, приятно, что и так. В соцсетях я просто транслирую свою жизнь. Сейчас, да, мы занимаемся проектом социальным, стараемся проверять доступность в том числе регионов, потому что, ну, как оказалось, это многим интересно, даже в Москву некоторые не решаются приехать. Вот, а мы там по жести Алтай, Байкал, Камчатка. Сейчас едем в Карелию, это такой регион, который все, что близко к природе, как правило, недоступно. Вот, но мы считаем, что 99% это какое-то желание, стремление и лишь один какие-то физические трудности, поэтому мы целой группой студентов и командой ребят с инвалидностью едем, будем пробовать тоже снимать сюжет и попробовать всякие каяки, сопки, тропы, в общем, прикоснуться к природе, к Карелии. А, ну вот, собственно, и про это я рассказывала на ВДНХ. Коляску. Расскажи про свою коляску. Слушай, это в нашем мире, необычная. Это в нашем мире Феррари. Это Кушаль, швейцарская коляска, делалась под меня по моим индивидуальным меркам, вот недавно обновила в ней колеса, подушку, сидушку. История дорогая. Наверное, сейчас в этой комплектации она полмиллиона точно стоит. Ну, легкая, маневренная, карбоновые эти подножечка и подлокотники складывать, удобно в машину положить ее. Вот где-то, ты видела, мы сами даже справляемся. Поля, друг, который привозил меня, он может, когда мы одни, даже втроем мы три колясочника ездили в машине, то есть сам ты пересел и сам с нее сняла колеса. Единственное, что да, машина пачкается, то есть внутрь затащил колесо. Как ты ее раздобыла? Ты ее сама покупала? Или через какие-то фонды? Слушай, по-моему, тогда нет, это как раз был тот момент, когда вот деньги уже почти все. Вот, я, сначала вообще мне пришло, как сейчас помню, осознание, что она нужна. Раньше я была на простой коляске, как бы пока было ок. Простая это та, которую предоставила государству. Да, от государства, да. Но я-то думала, сейчас чуть-чуть-чуть, все деньги на реабилитацию, коляска-то, ну, знаешь, тоже ригидное мышление, казалось, что так правильно. Вот, потом я стала понимать, что коляска, ну, не знаю, может, видела других людей и так далее, это важно, она и хорошо выглядит, во-первых, и она помогает, ну, то есть, это как туфли, знаешь, как обувь. Вот, и решила так, у меня всегда так, я сначала пойму... Но я думаю, тебе с этой удобно. Тогда тоже это было важно. Знаешь, как мне хотелось добыть тебе бал, бал с утра. Ну, не знаю, вот, может, психологическое тоже. Хочу, чтобы у меня было все хорошее. Вот, и у меня такая история, что я сначала решаю, что мне надо, неважно, сколько это стоит, как это достать, а потом думала, как к этому прийти. Вот, и я нашла, какую я хочу идеальную для меня, там, поездила, пообирала, вот, и потом мы ставили счет, 350 тысяч, я такая, пум-пум-пум, как бы нам это получить. Вот, и, по-моему, там вот частично какую-то базовую комплектацию, раму оплатил фонд, и вот сколько-то, какую-то часть я из своих, ну, это честно, да, то есть за базу, ну, помогли люди, а какие-то плюшки, которые я сама там хочу, карбоновые легкие штуки, что-то красивое, это, как бы, сама. Yes, you can, it's motivation. Подожди, а как тут было-то вообще, я уже даже не помню. Это сказка, честное слово. Тут ящик. Настя, прямо рядом с тобой посудомойка. Да, я смотрю прям, как это работает. Вот она, да. Все, теперь не отделаюсь, придется мыть посуду. Ага. А это что такое? А это для меня. Девочки, девочки, спать, спать. Глазили открывать? Вот, открывайте. Да, ну, дерните. Так, опачки. Это место для гостей. Здорово. Как я мечтала, чтобы не было дивана, место не занимало. Слушайте, ну, класс. Они мне берут однушки, у них требования, раньше было трехкомнатные квартиры минимум, и от 45 метров. У нас однушка 33, я напоминаю. Но я прочитала там все формы, узнала, что вот это требование проверяет машина и написала, что двушка 45. И потом про себя вот это, кто я, что я. И потом мелким текстом, типа двушка с огромной жилой кухней и там 45 метров с общим коридором. И только вот поэтому, что я вот так сделала, нас увидел какой-то там редактор или продюсер и сказал, мы хотим эту девочку, делайте, что хотите. Вот. Потом, когда увидел нашу заявку, человек, который именно занимается техническим размещением, она звонит мне в шоке, говорит, Настя, как вас еще взяли? Типа, это нереально. То есть, чтобы делать санузел, нужен еще один туалет в группе. Я там тоже напридумывала, говорю, но с такие соседи. Можно к соседям. А у нас соседи, мы один раз маканчист приготовили, они пришли ругаться. Я хотела спросить тебя, попросить тебя, чтобы ты рассказала о том, как ты живешь в плане быта. Ты живешь сейчас одна. Время от времени к тебе приезжает папа или бабушка, но в целом ты полностью себя самостоятельно обслуживаешь. Я бы хотела тебя попросить рассказать, как это происходит. Да, слушай, ну вот быт, это такая точка преткновения. Я никогда не была суперхозяйкой. И, в принципе, из-за этого, даже когда нам все-таки сделали ремонт в квартире, я добилась подъемника, вроде как, оно все, вот оно, оставляйте мне одну. Но все равно папа и бабушка такие, ну, типа, ты не справишься, Настя. Ну, по сути, быт это что? Убраться, приготовить. Ну, с готовкой иногда это доставки. Иногда вот сейчас в себе. Мне просто раньше, знаешь, ну, я, по сути, жила 18 лет в Нездышке, в Курске, потом 3 года в общаге, но там был такой ритм учебы, что я утром уезжала, вечером приезжала. И, ну, просто какого-то, наверное, не было даже шанса. Еда, это доставки, все понятно. Меня больше, знаешь, ты можешь абсолютно нормально сама перебраться из кресла в ванную, из ванной назад в кресло, из кресла в кровать. Ну, это навык. Конечно, сначала нет. Сначала нет, но вот у меня не получается. Я понимаю, что это надо звать каждый раз папу-бабушку. Бабушку, что-то тяжело. Папе уже тоже тяжело, и все равно другой человек тебе не сделает... Ну, это очень индивидуально. Это все вот, ну, не возьмет тебя так, где-то что-то не так. Я вообще первый, наверное, такой, знаешь, самостоятельный толчок. Вот первый центр через полгода платный, который вот за 500 тысяч и так далее. И там тебя везде возят, везде все. Я думала, все, сейчас я тут покайфую, там кнопка вызова, ха-ха-ха, давайте приходите, делайте мне все. А потом я стала понимать, что у них там 500 еще человек таких же, и тебя уже привезут на 5 минут позже на массаж, а это твое время. И стала учиться сама. С кровати тоже было сложно, там она мягкая, еще ниже. Ну, вот ты сделала, раз не получилось, там час пересаживаешься, учишься, раз получилось, что-то там понял, куда-то облокотиться. Ну, с ванной так же приучиваешься. Нет, ну, я в целом видела сейчас, как ты из машины пересаживаешься в кресло. Я почти каждый день езжу, да. Я, ну, вот к таксистам тоже, я уже, знаешь, четко каждое слово выверну, я уже не знаю, сколько раз я им это объясняла, как-то мне руку подать, как еще что-то. Я уже, они тоже боятся, я уже говорю, все хорошо, сейчас просто слушайте меня, давайте две минуты, сейчас я покомандую, сейчас все расскажу. Ну, просто навык, наверное. Короче, много. Это прогнозы врачи какие-то делают? Слушай, ничего не говорят, я сама уже знаю. Вот до сюда восстановить точно получится. Дальше как пойдет. Сейчас до куда ты себя чувствуешь? До каких пор? Ну, слушай, это сложно сказать. Не то, что ты чувствуешь, а подвижность. Ну, точно лучше. То есть, если тогда у меня была история, что я в курс приехала на какой-то из новых годов, по-моему, там полгода или восемь месяцев, и, ну, меня посадили к елке, мы хотели с подругами фотку елки, я просто упала на эту елку, то есть я себя не держала. Она, да, по уровень четвертого, пятого позвонка, это я говорила, ну, идеальная, то есть, как раньше, ниже, хуже, но она потихоньку, как знаешь, ногу когда отсидел, и потихоньку, потихоньку она отходит, условно. Но отходит не сама, а тоже там от занятий, от правильных процедур и так далее. Про личную жизнь? Ты говорила, что после аварии? Ну, сейчас лучше, ну, нет, я не буду, я не буду тебе под кожу пытаться залезть, я помню, что ты рассказывала, что после аварии у тебя даже больше внимания было, чем до этого, от молодых людей. Да даже не внимание, наверное, знаешь как, ну, то есть коляска, это же инструмент, это привлекает внимание, объективно, некоторые там из штанов прыгают, чтобы как-то там волосы красить, еще что-то, а тут ты уже на короне, и дальше на коренье, и дальше все зависит от тебя, какой-то человек. Я и так, в принципе, яркая и коммуникабельная, ну, в целом, да, как бы и до травмы я там прихожу куда-то, я условно в центре внимания часто так бывало, а сейчас-то вообще, ну, то есть тут это комбо-комбо, и, ну, так получается, да. Наверное, тогда, в тот период, ну, просто я себя не видела никаких отношений, потому что, ну, зачем, мне и так все хорошо, я там саморализуюсь, я себя ищу, ну, знаешь, часто в партнере ищут какого-то закрыть свои какие-то, да, проблемы, не знаю, душевные там блоки и так далее, я тогда это не видела нужным, а сейчас, ну, у меня все хорошо, и, ну, сейчас более я открыто так вышла, да, я немножечко более... Слушай, это поразительно, для кого-то коляска это стыдно, это неудобно, а для тебя коляска это моя фишка, я этим привлекаю внимание. Да мне, я не скажу, что прям вот так у меня, просто, ну, вот оно так, что я из этого могу сделать? Вот я вижу, что это вызывает внимание, окей, давайте это как-то используем. Конечно, не всегда это так выходит. Я об этом и говорю, что, ну, да, естественно, что ты не гордишься, что так вышло, и специально ничего для этого не делала, но раз уж так вышло... Мне многие писали, что там бывший работодатель и так далее, увидели какой-то мой фотосет, притом первый, не самый такой, знаешь, ну, просто я на коляске, ну, более-менее там накрашена, и они думали, что это пранк, прикол какой-то. Это те, кто тебя знал еще до аварии? Да, 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 да. Не, ну, не в плохом смысле. Удивительный пранк. Просто, да, не составили, что... Ну, это те люди, которые знали тебя в прошлой жизни и давно с тобой не общались. Да, да, ну, у меня же не было, знаешь, много таких постов, что там я умираю, и там все вот те сборы. Ну, я тоже это говорила, я не хочу супер, там, знаешь, давить на жалость и так далее, а деньги, в принципе, так собираются. Ну, я просто, ну, позволяла, скажем так, рассказывать, и рассказывала свою историю. Вот так случилось, вот это надо, вот я сейчас такая. Но без всякого, знаешь, там я лежу, умираю. Винила ли ты когда-нибудь отца? В случившемся? Слушай, ну, нет, конечно, мы очень разумно к этому подходили. Там много вопросов. Мы могли все не спать, подсказывать дорогу. Мы могли настоять где-то остаться и так далее. Скорее, он себя, конечно, очень сильно винил, вспоминает вот это все, но я стараюсь адекватно к этому подходить. Ну, вот случилось так, что мы можем изменить. Уже ничего. Можем идти дальше, поддерживать друг друга. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова